Девушки отдыхают Девушки отдыхают Практически каждому из нас приходилось неделями ожидать визита мастера по ремонту холодильников или телевизоров, сутками электрика или сантехника и даже врача. Презультат? Нервотрепка, жалобы, стрессы, просьбы, хождение по инстанциям, все то, чего могло бы и должно не быть. В каждом населенном пункте нашей страны есть место, куда ведут все дороги, как в древности в Рим. Это совет. Местный совет народных депутатов. В совет мы идем с жалобой и предложением, с просьбой о помощи с наболевшим. Девушки отдыхают Освобождение руководителей от дел, которые могут быть решены на местах. Все ли жалобы, просьбы и заявления удовлетворяются? Нет. Возможности горосполкома далеко не безграничны. Да и претензии наши далеко не всегда обоснованы. На сегодняшний день только около 10% обратившихся уходят с положительным результатом. И тем не менее, за несколько лет работы приемной ни одной жалобы на службу приема. Есть такое выражение. Если ты был у врача и тебе не стало легче, значит ты был не у врача. По наиболее сложным вопросам принимает горожан председатель исполкома Валентин Арсентьевич Сгурский. На приеме академик Академии медицинских наук СССР Николай Михайлович Амосов. Я вам скажу, что наше учреждение, наверное, единственное в Советском Союзе, специализированное, высоко специализированное, где, вот как институт организовали 30,5 года назад, любой больной поступает, приходит в поликлинику, тут же его в день обследует, и если его нужно, тут же положат. Ни одному больному мы не отказали в госпитализации за 3,5 года, причем в госпитализации в тот же день. Даже не травмировать человека отказом или переносом. Да, никаких и ничего. Из 100 больных 94 человек практически почти все обреченные люди мы спасаем. Это нам утешение, хотя и недостаточное, но в какое-то. Поэтому количество нам нужно тоже необходимо, потому что я вам скажу, что в Соединенных Штатах делаются операции на сердце, как для Украины, например, нужно было бы в 10 раз больше. Мы делаем только в 10 раз меньше по количеству населения, по нашему населению. Поэтому у нас еще надо было очень много нам даже и количества делать. Так вот, вопрос подошел к тому, что нам надо все-таки больше, мы уже из своих коек выжать ничего не можем, нам надо пристроить 100 коек. И министерство нам выделило, в пятилетку нас включили, миллион 300 тысяч нам денег дали. Ну, важно принципиальное решение, а уже демонтирование будет. А пока наше там министерство водилось, и теперь Киевгосстрой не хочет нас брать. Не хочет главки, не хочет нам строить. И все остальное. Хорошо, дадим указания и плановым органам, и главки Горострою, дать документацию на согласование. Да, 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 да. И в принципе дать согласие. Спасибо большое. Хорошо, а это мы можем прощать. А еще бы маленького дельца на счет квартир, как? Будут какие-нибудь надежды? Мы маленькая организация, квартир никаких нет, давно уже не имеем ничего. Как перспектива? Ну, если Камикова, перспектива такая. В этом году из сдачи четвертого квартала ничего не получится. Почему? Потому что мы сейчас выдадим, знаете, оттоварим те ордера, которые мы уже выдали в первом квартале, потом вынуждены были забраться в связи с аварии на Чернобыльской станции. Все же 8 тысяч квартир мы отдали. Что касается следующего года и последующих, я думаю, что это будет реально. Понемножку все-таки не сможете. Будет, будет. Сейчас правительство прорабатывает вопрос в отношении компенсации нам. Вот этих всех затрат, которые мы понесли в связи с передачей жилья. И в этой связи у нас должно быть сбалансированность. Если это произойдет, значит, тогда и мы вам будем помогать. Огромен круг вопросов, с которыми идут в совет. Самым острым, самым болезненным остается все же жилье. Потому что слово «жилье» тоже от корня «жить». Мы долгое время считали исключение правилом. Многим так было удобнее. Правилом были и недомовки. Скажем, о том, сколько строим, говорили много и охотно. О том, сколько надо, о качестве строительства предпочитали по-малкому. Острота жилищной проблемы тому свидетельствует следствие. Рабочий из завода «Транссигнал» Петр Федорович Полозюк. Я пришел к вам с такой жалобой, но не жалоба, собственно говоря. Так вот жизнь меня закрутила, понимать. Проработал я 35 лет в заводе «Транссигнали». Ну, так вот у меня характер. Не настырло я такой, понимаете. Но не было возможности. Сразу говорили, что в подвалах люди живут. В 61-м году обратился, чтобы поставили на учетную квартиру. Молодой еще, мало работаешь, люди в подвалах живут. Обожди, есть люди, которые были заслужены. Ну, хорошо. Ждал, ждал. Убился домик такой маленький, финский, щитовой. Куда деваться был? Жить-то надо было. Прожил до 82-го года в этом домике. Комнатка 14-4 метра. 14-4 десятых. А в 80-м году земля сразу на 5 человек увеличилась. Почка вышла замуж. Внук родился. У нас 5 человек, это на 14-й комнате. И живем. Комиссии создавались, год прошел этот. А потом указ, что не берем на учет, не можем воздействовать. И вот я в этом году обратился к нашему директору завода. Кстати, депутат Верху этого городского совета. Он говорит, ну хорошо. Послал местком туда к нам. Надо у нас проверить. Да, действительно, условия ужасные. Мы тебе поможем, Дарш Павлазюк. Напишем, когда Тайску городсовет. Ну, ответы отрицательные такие. Нет, положение, это указ, если он такой, не берем. Ну, что мне стало сделать? 59 лет, год до пенсии осталось. Ну, куда мне обращаться будешь? Вот я пришел к вам. Это уже последняя сталь, так сказать. Больше наступать уже нет. Дело в том, что вы же проживаете за территорией города Киева. Ну, как вы сказали, вы знаете об этом, что мы, значит, обязаны прежде всего порешать все эти вопросы граждан, которые живут в нашем регионе, то есть в черте города Киева. Но вы проработали много на транссигнале. В одном цеху, в одной смене, даже никуда не уходил. Как пришел, как встал и никуда мешал. Я думаю, что мы пойдем вам навстречу. Действительно, случай необычный. 35 лет вы работаете в трудовом коллективе, работаете в нашем городе. У вас условия действительно сложные, его надо решить. Поэтому вынесем мы на исполком. Я доложу исполкому о том, что вы были у меня. Какая у вас обстановка. И поддержу вас, чтобы этот вопрос решился. Поэтому я вам желаю успеха. Оперативная служба Минской исполкома, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Валерий Попоев, живцы по улице Тимошенко, 1 метре. Лестничная клетка на протяжении очень длительного времени темная. Поднимаются иногда, когда лист не работает, в повлевшей темноте. Сколько существует дом, живцы сами вкручивают лампочки. Теперь уже оказывается нет патрона. Говорили с главным инженером. Обещали. Но овазы ныне там. Я вас хорошо понял. Еще раз. Тимошенко, 1Д, квартира ваша, пожалуйста. Шенко, 1, 2, 3. Квартира ваша. 78-я. Фамилия, пожалуйста. Параш. Вашу жалобу принял. Меры будут приняты. Продолжение следует. Продолжение следует...